Всем привет! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Часто мне задают вопрос, как же стать успешным бровистом. Вот сегодня мы это и разберем. Для начала, чтобы стать бровистом, нам нужно этому обучиться. Поэтому нужно найти обучающий центр. На что нужно обратить внимание при выборе учебного заведения? Во-первых, на страничку в Instagram. Чтобы на страничке Instagram выставляли студентов, реально, которые закончили у этого преподавателя. Чтобы преподаватель сам умел делать брови, а не просто рассказывать, как это нужно делать. Ваш тренер должен быть играющим. Также обращайте внимание не только на то, как человек делает услугу, но и насколько он успешный в ваших глазах. Какое количество у него подписчиков, какое количество у него клиентов. Чтобы преподаватель вас научил не просто делать технические брови, но и рассказал шаги дальнейшего продвижения. Также моя такая маленькая рекомендация выбрать несколько учебных центров и сходить туда просто моделью. Пойдите моделью, окунитесь в атмосферу, поймите, насколько вам это комфортно, насколько это ваш человек. И далее вы уже примете решение. Когда вы определились с обучающим центром, вам нужно выбрать обучающую программу. Выбирайте именно ту, где максимальное количество отработок и максимальное количество дней. Например, у нас базовый курс – это 10 дней. Конечно, за 10 дней достаточное количество моделей, чтобы человек смог понять, как же все-таки делается эта процедура. Когда вы уже пришли на обучение, моя вам фишечка, также рекомендация – просто делайте в два раза больше, чем все остальные. Сказал вам преподаватель нарисовать 10 бровей, нарисуйте 20. Сказали вам прочитать информацию, прочитайте ее в два раза. Чем вы больше будете делать, тем вы будете более успешны, даже относительно ваших коллег, которые вместе с вами пришли на обучение. И здесь сразу скажу, что я всегда за групповое обучение, а не за индивидуальное. Потому что, когда вы в группе, вы видите намного больше моделей. Вы же не только свою делаете, но видите, какие ошибки делает и другой студент, который учится вместе с вами. Вы получите намного больше опыта, если будете учиться в группе, а не индивидуально. Индивидуально лучше уже приходить на курсы повышения квалификации. Во время того, как вы начали обучаться классной профессии, обязательно снимайте фото, видео, выкладывайте сторис, рассказывайте своим подписчикам, что вы пошли учиться, что вам, например, сложно, а что вам легко, как вам классно и как вам нравится. Почему? Потому что люди начнут интересоваться, и вам потом будет легче найти модели. Так как после того, как вы завершите обучение, вам нужно начать отрабатывать. И отрабатывать хотя бы 50 человек. Поэтому здесь вам нужно будет вспомнить всех одноклассниц, однокурсников, бывших девушек вашего парня, и всем им сделать брови. И обязательно фотографируйте до и после, потому что вам нужно наработать партфолио, с которым вы пойдете уже устраиваться в салон. После того, как вы наработали себе хотя бы уже минимальный опыт, нужно размещать резюме на платформе поиска работы. Также обязательно смотрите вакансии, которые выставляют другие салоны. Идите на собеседование. Можно, конечно, работать и самостоятельно, но я всегда за работу в команде. Потому что в команде вы будете развиваться намного быстрее, и вы получите намного больше, чем вы будете работать самостоятельно. После того, как вы закончили обучение, поставьте себе прям такой план каждый месяц проходить повышение. Это может быть онлайн, это может быть какие-то видео в Ютубе. Мои видео в Ютубе. Знаете, сколько там всего на самом-то деле? Просто сели и каждую субботу, воскресенье посмотрели видео. Когда вы поставите себе такую задачу каждый месяц обучаться, вы увидите, насколько у вас будет моментальный рост. После того, как вы уже начали работать с клиентами, у вас уже все классно начало получаться, я вас жду Международную ассоциацию бровистов. Международная ассоциация бровистов это такое большое комьюнити специалистов, созданное с целью общего развития. То есть вы будете развиваться намного быстрее, когда состоите в сообществе своих же единомышленников. Для того, чтобы вступить в Международную ассоциацию бровистов, вам достаточно позвонить в академию и отправить свои работы. Если вы отправите заявку, но ваши работы еще будут недостаточно техничные, то преподаватели академии дадут вам рекомендации, что нужно подправить, либо исправить, либо куда лучше сходить на курсе повышения квалификации, чтобы решить данный вопрос. То есть в любом случае вы от этой ситуации только выиграете. После того, как вы уже получите левел 1, у вас 100% начнутся заявки на индивидуальное обучение. Вот здесь уже нужно начинать преподавать. Тем более на левел 1, я, кстати, вам расскажу, как построить свою обучающую программу. То есть на левел 1 мы по-любому с вами встретимся. И когда вы начинаете уже обучать индивидуально, можно дальше двигаться в более активном направлении. Это чемпионаты. Это такой классный толчок. Я участвовала большое количество раз. Я 16-кратный чемпион различных международных конкурсов. И это, наверное, самые сильные эмоции, которые у меня были за мою профессиональную карьеру. Когда у вас уже будет опыт участия в чемпионатах, и вы уже будете преподавать индивидуально, либо в группах, я вас жду на левел 2. Левел 2 получают те специалисты, которые уже с хорошим опытом преподавания, они защищают свои программы. И именно этих людей, этих бровистов мы уже рассматриваем в дальнейшем как технологов. Когда уже у вас есть достаточное количество клиентов на моделирование и окрашивание бровей, я рекомендую присмотреться к смежным профессиям. Например, ламинирование ресниц, ламинирование бровей, возможно, макияж, возможно, татуаж. Потому что сфера у нас достаточно узкая, и нужно обязательно расширять свои горизонты. И уже в той профессии, например, в ламинировании ресниц, вы точно так же начинаете постепенно расти. Обязательно уделяйте время своим аккаунтам в социальных сетях, Инстаграм, ТикТок, развивайте их, потому что вы уже классный специалист, вы уже умеете преподавать. И следующий этап это левел 3, технолог, бровист, который ведет мастер-классы на большие аудитории. 100-150 человек, вас уже приглашают в разные страны читать мастер-классы. И это уже совершенно другие гонорары. И также вопрос, который относится к данной теме, и который мне часто задают, когда нужно повышать стоимость. Повышаете стоимость, неважно, на услугу, либо на обучение, вы тогда, когда у вас клиентов больше, чем вы можете уже обслужить. То есть, если у вас в пятницу все расписано и еще 3 человека хотят, но их просто некуда записать, значит, следует поднимать стоимость. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк и до встречи через неделю. Всем пока!